всем привет сегодня у нас знаменательная дата на канале 500 подписчиков очень приятно что вы нас смотрите всем хочу сказать спасибо что вы следите за ящерицей следите за нашим каналом я не думал изначально что у нас будет столько подписчиков да для меня это действительно большая цифра и мне действительно очень приятно что нас кто-то смотрит сегодня у нас суббота очень такой пассивный день сегодня я почти весь день спал поэтому сразу хочу извиниться за некоторые оговорки голова совсем еще не варит так как неделя была очень активная суббота у меня одна воскресенье работаю суббота мне единственный выходной когда я могу выспаться сегодня у меня у нас день кормления сегодня буду кормить тега вот он вышел уже знает что его сегодня будет кормить он ждет сегодня у нас в рационе будут фрукты с кукурузной кашей а завтра мы будем его колоть уколю его декса фортом хоть общее так сказать обострение почечное мы сняли вроде как он не переворачивается не тужится вроде как все в порядке но есть еще некоторое подергивание в мышцах ну и как рекомендует ветеринар стоит колодик софортом тем более я давно ему не колодик софорт как я уже говорил около 8 10 месяцев точно не помню но давно и все-таки имеет так сказать смысла его сейчас уколоть но сегодня не хочу его мучить нашего тега так как он сегодня голодный он будет скорее всего активно сопротивляться так что сегодня его накормлю а завтра он уже будет полным сытым не сопротивляться им будет лень но я вот так быстренько возьму и уколю вот так такая у нас сегодня такие у нас сегодня дела как видите я помыл наконец-то стекло в террариуме и мне теперь не стыдно и вам его показать стекло очень быстро заляпывается так как террариуме я очень часто опрыскиваю вот эту вот стружку сам наполнитель все это летит на стекло все это высыхает получается такая пелена из сухих капель не очень все это красиво выглядит но вчера я все очистил пришлось так сказать постараться потому что все это высохло и надо было хорошо пошкрябать вот и сегодня вот такое у нас красивое стекло так у нас сегодня еще такой полный он сегодня должен сходить в туалет да так это телефон но сейчас он не сходит потому что он накормить прежде чем он сходил у рептили так оно устроено не обостремся пока не накормите да как бы это не красиво звучало так прошу прощения тем кто ест во время просмотра это видео вот но в целом все у нас в порядке давай тебе открою выход и сюда разворачивается не хочет хватит смотреть давай корми все ложись вот ну и в целом я хотел этим каналом показать потому что из того что я наблюдал из моих там знакомых из тех с кем общаюсь те кто узнавали те кто узнавал что у меня живет ящерица не понимали меня как это можно держать думаю ящерицу это же глупая злой животное которое дико она кидается на кусается но переносчик заразы бред конечно вот и такие животные держать дома не надо во всяком случае многие меня в этом убеждали еще до того как я хотел приобрести это животное но как вы видите из моих видео все это бред собачий животное вполне таки одомашненное мне можно свободно держать дома она не является переносчиком заразы по крайней мере я в этом убедился после сделанных ряда сделанных анализов химии я бы даже делал анализа анализ слюны в упасть в общем каких только анализов мы ему не делали все не перечислить и на базе этих анализов я точно могу сказать что те кто говорит что ящерицы являются переносчиками это бред ну возможно ящерицы в неволе вернее на воле ящерицы дикие может быть они являются переносчиками какой-то заразы но а домашние рептилии которые были выведены в неволе которые вылупились из яйца находящегося в инкубаторе вряд ли они являются переносчиками тем более что кормят их в основном чистой пищей кормят их допустим я так и кормлю иногда крысами крыс я покупаю лабораторных они чистые они также выведены в неволе в вольере таком может быть как-нибудь покажу вам видео и собственно переносить ничего не могут потому что как крыс обычно как они становятся переносчиками все очень просто крысы в коей степени являются падальщиками не поедают всякую падаль а как многим известно в падали очень много находится бактерий болезнетворных которые попадают в организм крыс начинает размножаться и крыса становится переносчиками того или иного заболевания случае лабораторных такого такое исключено так как они все-таки в неволе они были выращены и собственно взяться этой падали этим бактериям не откуда вот собственно поэтому ящерица не может переносчиком вполне таки таки домашнее животное которое имеет меньше поразиться чем кошка или собака почему ну потому что во первых у кошек и собак есть шерсть на шерсти много всякой гадости живет если за ней не ухаживать вот во вторых часто кошек собак кормят сырым мясом как вы знаете в сыром мясе могут быть яйца глистов в случае с ящериц это исключено потому что сырым мясом кормить ящериц нельзя я раньше кормил сырым мясом когда был маленьким до где-то до двух лет но потом прекратил потому что появились проблемы и после тех пор я делал анализы смотрел в общем вполне таки домашнее животное и я надеюсь своим каналам ясно и понятно всем эту показал еще раз спасибо вам мои друзья за подписку буду продолжать заливать ролики оставляйте ваши комментарии ваши может быть какие-то там пожелания на какой-то очередной ролик комментариях вот ну а я постараюсь его снять и залить на канал все всем пока